Здравствуйте! Вы смотрите новости на Амурском областном телевидении в студии Оксаны Холодовой. Вот основные темы. Выходные не по плану. Из-за погоды Амурские аграрии вынуждены приостановили уборку ранних зерновых. Из Китая с любовью за полгода при Амуре посетили 46 тысяч туристов из Поднебесной. Афиша раздора. Благовещенские художники спорят из-за плаката, который приглашает на выставку современного искусства. После Кфунтика и его команда в конно-спортивном клубе «Алюр» открылась профильная смена для детей. Амурские аграрии вынуждены приостановили уборку ранних зерновых из-за сильных дождей и переувлажненной почвы. Техника не может выйти в поля. В областном Минсельхозе уже говорят о том, что непогода может сдвинуть сроки уборочной ячменя, пшеницы и овса. Сейчас в Преамуре обработано 24 тысячи гектаров посевов ячменя. Это 68% от плана. Аграриям удалось собрать 50 тысяч тонн зерна при средней урожайности 21 центнер с гектара. Пшеница пока остается на полях. Овес собирают только в двух КФХ Константиновского и Мазановского районов. Из-за сильных дождей, уточняют в Минсельхозе, все зерно, которое поступает с полей, приходится подсушивать. А это для агрария в дополнительные расходы. Если в ближайшие дни погода установится, а собрать все зерновые все-таки удастся. Прошедший ливень создал проблемы на трассе Благовещенск-Гомелевка. Дождем размыло участок дороги в районе 162-го километра. Проблемный отрезок дорожники уже восстановили, в то же время в поселке Бурея. Затопленными оказались четыре дома на улицах Бурейская и Кировская. С 3 по 6 августа в районе выпало две декадные нормосадков. Пострадавших жильцов временно разместили в гостинице поселка Новобурейский. Воду в домах откачали, помещения сушат тепловыми пушками. Подтопленными оказались и несколько районов Благовещенска. В областном центре за прошедшие сутки выпала декадная норма осадков. Коммунальные службы устраняли последствия обильного дождя. Ливневая канализация не справлялась с большими объемами воды. Дождей будут идти в Амурской столице еще несколько дней, чтобы город не оказался под водой. Коммунальщики уделят внимание очистке дождевых колодцев. Вечер 7 августа жители центральной части Благовещенска провели без света. На подстанции Сетевая примерно в 18 часов отключились 5 фидеров. По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, под отключение попали улицы Октябрьская, Шевченко, Горького и Калинина. Почти 5 часов были обесточены около 47 многоквартирных домов. Частный сектор также не работали светофоры. Аварию устраняли две бригады, сообщает пресс-служба АКС. Полностью восстановить работу подстанции удалось около 23 часов. Жители пятиэтажного дома эвакуировали в Благовещенске. Вечером 7 августа по улице Зейская произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы, дым шел из окна второго этажа. Из задымленного подъезда пожарные вывели 12 человек, детей среди них не было. Одна квартира выгорела, огонь повредил вещи жильцов. Причина и виновник пожара устанавливаются. Этим же вечером в Маховой паде, несмотря на дождь, загорелось здание. Об этом журналистам сообщили местные жители. Возгорание возникло на территории бывшего танкового училища. Заметили его примерно в 19.15. Как уточнили в Амурском управлении МЧС, пожар начался в двухэтажном неэксплуатируемом помещении. На месте происшествия работали 12 человек и 5 единиц техники. Амурский гувернатор принял участие в заседании Совета безопасности, которое прошло в Якутске. На совещании обсуждали развитие приграничных территорий. Александр Козлов предложил дать программам по развитию Дальнего Востока и при Амуре статус общегосударственного значения. В этом случае можно будет повысить уровень софинансирования из федерального бюджета до 99%. Речь идет о капитальном и текущем ремонте социальных объектов. Необходимо внести изменения и в правила предоставления субсидий по программе социальное развитие села. Таким образом появится возможность использовать деньги на строительство модульных ФАПов. Масштабный проект строительства автомобильного пункта пропуска Александр Козлов предложил включить в федеральную целевую программу «Государственная граница». Кроме того, губернатор акцентировал внимание на включении при Амуре в число субъектов, которым разрешен экспорт пшеницы в КНР. Также можно компенсировать часть затрат на железнодорожные перевозки зерновых культур в центральные регионы России за счет средств федерального бюджета. Анатолий Судаков назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения при Амуре. К работе он приступил 8 августа. Ранее Анатолий Георгиевич занимал должность первого заместителя министра здравоохранения области. В медицине он уже 35 лет. Свою трудовую деятельность начинал в Амурской областной больнице акушером отделения патологии беременных. После там же занимал пост заместителя главного врача по акушерству и гинекологии. С 2004 по 2010 годы был заместителем главного врача по медицинской части перинатального центра Благовещенской городской больницы. В новую должность Судаков вступил в связи с уходом предыдущего министра. Николай Тезиков покинул пост по собственному желанию. Партию зараженных яблок уничтожили в Преамуре. Полтонны китайских фруктов задержали в торговом порту Благовещенска. Внутри яблок обнаружили персиковую плодожорку. Небезопасный товар выявили во время фитосанитарного контроля. Факт заражения яблок был подтвержден и лабораторной экспертизой. Решением Совета Евразийской экономической комиссии некачественную продукцию сожгли. В Волгоградской области амурчане нашли останки двух советских бойцов. Поиски ведутся с 1 августа возле хутора Бубновского. Участники экспедиции «Сталинградская битва», «Серафимовический плацдарм» вахта памяти 2017 подвели итоги первой недели своей работы. Один из найденных солдат – молодой человек 17-25 лет, ростом около 155 сантиметров. Также удалось обнаружить 16 сборных железобетонных конструкций, гранаты, гильзы и патроны. Основная территория, на которой работают поисковики – земли, прилегающие к хутору Затонский. Там, 12 августа 1942 года, после форсирования реки Дон, начала боевые действия Амурская 96-я стрелковая дивизия. За три дня там погибло около 350 человек, из них 70% – те, кто был призван в нашей области. Эта территория в послевоенное время не обрабатывалась, не пахалась. Она очень сложная и по рельефу, что затрудняет поиск, и в особенности по растительности. Очень густая трава, очень много зарослей, так называемого терновника, дикосливых. Завесная растительность поросла, поэтому приходится буквально каждый метр квадратный проходить. Амурских пенсионеров обманули, неизвестные развесили на подъездах домов в Благовещенске объявление о том, что пенсионный фонд увеличивает выплаты пенсионерам с детьми, причем на несколько тысяч рублей. За четыре дня в ведомство подали более 1200 заявлений на прибавку. В пенсионном фонде прокомментировали ситуацию к объявлениям. Их сотрудники не имеют никакого отношения. Амурчанки пенсионного возраста, у которых есть дети, могут сделать лишь перерасчет пенсии. При этом дополнительные средства могут получить те, кто вышел на пенсию до 1 января 2015 года. К тому же женщинам необходимо определить, какой из вариантов им выгоден трудовой стаж или отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. При этом количество детей и возраст значения не имеет. Перерасчет может быть, независимо от того, в советское время рожден этот ребенок. Один он или двое, и прибавка это не тысяча рублей. По сути, она в среднем составляет, даже среднего размера тут не назовешь, это от нескольких рублей, даже от нескольких копеек, до нескольких сотен рублей, 200-300 в основном. Это не прибавка, это увеличение самого размера пенсии. Другой расчет мы применяем. То есть заменяем периоды работы на периоды ухода. Соответственно, там немножко по формуле, немножко по-другому рассчитывается сам размер пенсии. В Преамуре продолжают ремонтировать дороги. Например, в Шамановске в этом году запланирован ремонт шести улиц. В настоящее время часть работ уже сделана. На некоторых объектах идет подготовка к асфальтированию. В том числе новый асфальт появится и на двух дорогах, которые ведут к социальным объектам – поликлиники и больницы. По плану привести в порядок два этих участка должны были в 2018-м, но в администрации решили начать ремонт уже в этом году. Обе дороги ведут к социально значимым объектам – поликлиники и больницы. Проехать по ним было невозможно, а дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии. Но уже скоро здесь появится новое ровное полотно. Непосредственно в данный момент ведется подготовка данных улиц к ремонту. И до конца августа мы их должны уже заасфальтировать и принять. Следующие улицы – это у нас центральная часть города, улица Ленина. Там уже бордюрный камень проложен. Также планируем завершить в августе месяц. И улица рабочая. Как сообщил Владимир Крупко, на ремонт улиц из областного бюджета выделено 20 миллионов. Реконструируют городские дороги и на средства компании «Газпром». Так уже объявлен аукцион на 14 миллионов, поступивших от газовиков. Операция «Зебра» стартовала в Благовещенске. До 11 августа сотрудники госавтоинспекции будут следить за водителями, которые не пропускают пешеходов в зоне пешеходного перехода. Внимание уделят и пешеходам, нарушающим правила дорожного движения. Нарушителей будут штрафовать. Автолюбитель может лишиться полутора тысяч рублей, пешеход – 500. По данным ГИБДД, за 8 месяцев этого года в Благовещенске произошло 82 ДТП с участием пешеходов. Шесть человек погибли, 82 получили травмы различной степени тяжести. Также в госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия автобуса. Оно проходило с 31 июля по 3 августа. За это время полицейские проверили 39 пассажирских автобусов и выявили 24 нарушения. Четыре автобуса ходили по маршрутам с заведомо неисправной тормозной системой. Еще два имели неисправности, с которыми запрещена эксплуатация транспортного средства. В пяти автобусах не было средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости и маршруте, а также режиме труда и отдыха водителя. В двух случаях владельцы автобусов не застраховали свой транспорт. Также водители городских маршрутов нарушали правила дорожного движения, пренебрегали знаками и сигналами светофора. 46 тысяч туристов посетили Приамурья за полгода. В основном достопримечательностями области любовались жители Китая. К примеру, только в июле в регионе побывало 22 тысячи путешественников из Поднебесной. В Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона отмечают, что интерес к нашей области с каждым годом увеличивается и число китайских туристов растет. Сейчас Приамурья занимает третье место в России по количеству путешественников из КНР. Кроме жителей Поднебесной, в Амурскую область приезжают жители Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Мексики, США и Японии. Правда, в основном они останавливаются в нашей области на один день. А вот Амурстат приводит другие сведения. По данным ведомства, в прошлом году амурчане чаще стали выезжать в другие регионы России. Самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского и Приморского краев, Крыма, а также Москва и Санкт-Петербург. Тында готовится отметить свой день рождения. 9 сентября на главной улице города в пешеходной зоне откроется 20-я универсальная выставка-ярмарка «Тында-экспо-2017». Сейчас в городской администрации идет прием заявок от предпринимателей на участие в ярмарке. По мнению организаторов, в этом году желающих представить свои товары будет больше. Ярмарка пройдет на улице Красная Пресня. Жители и гости города смогут увидеть и попробовать продукцию тенденских компаний, а также узнать об амурских товарах и услугах. Лучшие предприятия получат награду «Золотой Меркурий». Выставка современного искусства, еще даже не открывшись, рассорила художников Благовещенска. Молодые авторы и народные мастера поспорили насчет афиши. Творческие люди разделились на два лагеря. Одни не видят вывески ничего обидного, а другие считают ее провокацией и пропагандой терроризма. Что затронуло чувства художников и как оценивают спорную афишу искусствоведы, расскажет Марьяна Геворкян. Провокационной свою работу 16-летняя Антонина не считает. Девушка собрала калаш из журнальных вырезок и принесла на выставку в арт-подвал музея. О том, что именно эта картина станет лицом всей экспозиции, она не знала. Решение приняли организаторы. Они же поделились новой афишей с сообществом художников в Фатсапе и столкнулись с негативными отзывами от других участников выставки. Больше всего возмущенных смутил образ девушки в хиджабе. Многие думают, что есть террористический подтекст, но на самом деле я просто хотела порадовать зрителя яркой картинкой и все. Не более. Начались разногласия и мне сначала было все равно как-то, ну потому что всегда найдутся недовольцы. Выставка под названием «Сад» объединила больше 20 художников разных поколений, от школьников до народных мастеров. Здесь не только живопись, керамика, но и нестандартная инсталляция разрисованных шкафов, веток и листьев, поролона, металлических деталей, болтов, гаек и пружин. Общая идея выставки – гармония, которую потеряло человечество. Однако после скандала некоторые художники даже отказались от участия и забрали свои работы. Есть такие, которые отказались, но это тоже меньшая часть. Ну и как бы они не согласны именно с этой афишей, именно с этой выставкой. Может быть это какое-то чувство собственной важности. Ну мы как бы не будем разбираться, в личности лезть, потому что, ну опять же, художник – человек свободный, он имеет право высказаться и поступать по-своему. Готовилась к выставке благовещенский народный мастер Евгения Намаконова. Представить на ней она хотела несколько работ, в том числе и цветочную палитру. Говорит, узнав тему, сначала обрадовалась. У нее много картин, где есть сады, цветы и красивые девушки. Однако такая афиша буквально убила вдохновение. Еще, мне кажется, женщин многих обидело, что это маска. Закрой рот, вот так вот, закрой рот. Кроме того, она стоит возле этих плодов, апельсины там вроде бы изображены. И мне сказали, а что она в маске? Она стоит возле апельсинов, рекламирует их вот так вот, да? И, а съесть их и не сможет. Еще такая ассоциация у людей. Я же многих спросила, что вот это черное пятно в виде чаши, если посмотреть, да? А на чаше половина головы. То есть, поэтому очень много негатива насчет этой работы. По словам Евгении, организаторы выставки к мнению меньшинства не прислушались. Этим их и обидели. Еще одна художница из Благовещенска Влада Липатова жаркими спорами, наоборот, вдохновилась. Ее тоже смутило такое понимание библейского сада. И на этой волне она создала свою афишу. Картину маслом нарисовала на одном дыхании. Изобразила русскую девушку без всяких сомнительных атрибутов. Дать свою оценку афиши раздора мы попросили искусствоведа Светлану Московченко. Скорее всего, 16-летняя художница не вкладывала в свою работу обидного смысла. По цветовому, скажем, контексту, если всматриваться, то два очень резких пятна. Белое и черное. Это черное пятно, оно непонятное. То есть, ну, собственно, вроде как должно быть лицо и шея. А если как бы не смотреть, не всматриваться, а быстрым взглядом, то ли чаша какая-то, то ли еще что. Конечно, когда ты делаешь, нужно головой думать. Но вот прямого такого текста, скажем, что вот это, ну, оскорбление каких-то религиозных чувств, я бы сказала, ну, вот если нет текста, то такого нет. Выставка современного искусства «Сад» откроется в артподвале Амурского областного музея 10 августа. Тогда же и станет известно, заменят ли афишу. Однако руководство музея высказалось однозначно. Спорное изображение на официальных баннерах не появится. Марьяна Геворкян, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Юным благовещенцам предлагают необычно провести последний летний месяц. В конно-спортивном клубе «Алюр» открылась профильная смена. Ребята научатся не только держаться на лошади, но и ухаживать за кроликами, лесным фазаном и осликом. Юрий Камышный расскажет подробнее. Рацион маленького ослика-фунтика пока особенный. Необходимые витамины и минералы он получает с молоком из соски. Возраст у парнокопытного, говорят в «Алюре», еще нежные 4 месяца. А вот характер, как у настоящего ишака, упрямый. Если чего-то не хочет, отказывается. Зато на прогулке ходит с удовольствием. Хорошо. Рядом. Стой. Молодец. Пошли. Пойдем. Команды наставника «Фунтик» исполняют не хуже дрессированной собаки. Ходит рядом, стоит только лапу. Точнее, копыта не дает. Ухаживать за осликом доверили Богдану Кузнецову. Опыт общения с такими, необычными для конно-спортивного клуба животными, у парня уже есть. Несколько лет назад его подопечной была коза. Как говорит Богдан, осел хоть и упрямый, но любопытный. А в душе так и вовсе ребенок. Характер у него не как у осла, а как у ребенка. Потому что все-таки он маленький, хочется играться, стоять на месте он не может. В конно-спортивный клуб Ослика привезли из Хабаровска в живом уголке. Его поселили по соседству с другими домашними животными. Несколько дней назад в Алюре открылась профильная экологическая смена. Ребята не просто отдыхают, но и ухаживают за лошадьми, пони, кроликами. У Лизы Торшиной ни минуты свободного времени. После того, как даст корм, одному подопечному бежит к другому. В общем, работы много. Верховая лошадь Аванс, пони, пончик и кролик. Нет, рыженькие там есть. Год назад в Алюре произошел пожар. Огонь уничтожил учебные классы и конюшни. Сегодня клуб постепенно восстанавливается. Благодаря неравнодушным людям здесь смогли построить новую конюшню для восьми породистых лошадей. Постепенно начали закупать стройматериалы для того, чтобы восстановить второй этаж административного корпуса. Не можем мы, конечно, нашу деятельность прекратить, потому что к нам очень много ходят ребят заниматься. И есть дети с ограниченными возможностями, их более 45. И просто преступление будет, если мы просто возьмем, закроемся, опустим руки. Несколько дней назад в Алюре прошли крупное конно-спортивное соревнование. Открылась детская профильная смена. Клуб, несмотря ни на что, продолжает свою работу. Здесь не только учатся ездить на лошадях, но и помогают больным детям. И по терапии еще одно профильное направление, которое здесь активно развивают последние несколько лет. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Преамуре побывали участники самой протяженной в мире велогонки. Маршрут ультрамарафона проходит от Москвы до Владивостока через город Свободный. По Амурским дорогам велосипедисты в основном передвигались по федеральной трассе Амур. Дальше у них по плану Биробиджан и Хабаровск. Завершится многодневная велогонка 10 августа во Владивостоке. В марафоне принимают участие 10 спортсменов, среди них и две женщины. Это атлеты с четырех континентов и из семи стран, в том числе Россия, Германия, Бразилия, США, Филиппин. Путешественники стартовали 18 июля в Москве. Весь марафон поделили на 14 дистанций. Протяженность каждой от 300 до почти полутора тысяч километров. Участники самой длинной велогонки планеты уже проехали Нижний Новгород, Казань, Пермь, Омск, Читу. В общей сложности в пути велосипедисты пробудут более трех недель. И это все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного на сайтах amurulenta.ru и amurobl.tv. Заходите и на страницу канала в Facebook и Одноклассники. Хорошего настроения и удачи. Увидимся на Амурском областном телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин